добрый день дорогие друзья с вами снова голос паша лобанова и статья от пули снегопада сегодня мы продолжим вторую часть статьи нам врут с самого нашего рождения нет смысла смотреть телевизор с псевдоисторическими инсценировками документальных и художественных фильмов в частности речь о фильме викинги с которого собственно и началась публикация нет смысла помнить школьные уроки истории нет смысла верить историкам а уж тем более политикам и прочим инструментам системы об этом всем нам говорят звезды но отнюдь не те которые над нашими головами а те которые несправедливо были названы научным миром деревянными партификационными крепостями именно теми крепостями которые на самом деле являются без проигрышным фактом в борьбе с учеными а точнее с псевдо истории но что значит фактом в борьбе факт в борьбе подразумевает когда народ объединяется зная правду и выгоняет к чертям собачьих тех кто их обманул но давайте вернемся к звездам ведь для постройки их нужно было иметь не слабое производство чтобы сделать качественный кирпич который будет стоять веками на что сегодняшний кирпич не способен нужен был очень мощный технологический потенциал кирпич не один день делается во всяком случае на сегодняшний день чтобы он более менее был качественным на него тратят месяца то и больше при этом используется множество разных операций это даже он начинает крошиться уже на поддонах а ведь в звездах во многих местах он до сих пор блестит не обронив себя не крошки и это за столько веков но как мы в бобруйской звезде видим сегодня мы до такого еще ой как не доросли что мы тут видим можем только лишь предположить либо каждую кирпичинку выпекали отдельно под разный размер что для нашего уровня развития невозможно либо выкладывали а потом стены резали таким инструментом с которым наши турбинки и рядом не стоят и тот и другой вариант и какие еще можно придумать под собой несут механическое производство причем уровнем на голову выше чем наши сегодняшние во многих местах кладка идет плетенкой то есть накрест обратите внимание сколько поворотов в разные стороны и переходов на таком маленьком пространстве из угла как кирпич уже идет в иную сторону это уже не кладка кладка это ровные стены под один шаблон а тут если использовать строительный сленг уместно назвать изделием конечно сегодня тоже хватает людей золотыми руками но во первых их надо найти во вторых их шедевры не такое же частое явление так как не такое уж и дешевое это удовольствие а в третьих объем в прошлом античный мир был везде так как эти шедевры везде сама баб русская звезда это громадина под которую надо немало специалистов я на многих строительствах побывал к примеру строительство кирпичного десятиэтажного дома одна бригада кладет хорошо две косячат не на шутку скажу так если бы вы побывали хоть на одном таком строительстве вы бы боялись в эти дома селиться но звезды же идеальны и уникальны к ним и другие шедевры не удивительно что план строительства с расчетами требованием по каждому моменту из миллионных моментов по всей архитектуре везде отсутствует есть только один план вроде инструкции как эвакуироваться при пожаре а вот план самого строительства отсутствует или мы допускаем нелепую мысль что строители импровизировали сегодня сложные объекты в сравнению с бобруйской звездой выглядит простыми до жути и до кучи чертежей и планов а итог косяк на косяке а тут в бобруйской на каждую стенку нужен отдельный план ведь каждая стенка по-своему отдельный шедевр на выходе построили так что не прикопаешься и по сей день эх милая поехали кататься по белорусской прессе статья тайны бобруйской крепости ну или давайте ее назовем по-своему построен последний бастион на территории крепости цитата при строительстве ледового дворца бобруйская арена строители столкнулись с чем-то что не смогли объяснить историки и археологи когда рабочие принялись снимать слой земли возле третьего полигона примыкающего к улице карбашева на глубине пять метров экскаватор неожиданно уперся ковшом в кирпичную кладку по правилам любые работы на историческом объекте должны проводиться в присутствии специалистов историков на место происшествия прибыл председатель бобруйского города совета народных депутатов миша бондаренко говорит не исключено что это стрелковая галерея идущая вон от того укрепления предположил он кивнув настоящий небодалеку горжевой редюит я таких блин слов не знаю а может и артиллерийский вал более точный ответ вам конечно же даст наука наука прибыла спустя 10 минут в лице главного специалиста института городостроительства по регенерации исторических центров городов надежды мироновой и научного сотрудника института истории нан-рб аллы ильютик женщины извлекли из сумки какие-то схемы и принялись ориентироваться на местности нет это не стрелковая галерея вынесла вскоре вердикт надежда александровна не может ее тут быть и вала артиллерийского быть не может вот взгляните на схему мы стоим здесь действительно если верить схеме траншея была прорыта уже за рвом а галерея вообще должна была находиться в другой стороне во что же тогда уперся корж машины в поисках ответа на этот вопрос столичные гости спустились вниз после того как рабочие сняли лопатами еще немного грунта загадок не убавилось а прибыло взглядом ученых предстала крупная метров полтора длиной балка сработанная из мелкого известняка сейчас даже предположить трудно что это такое пожалуй плечами лицо науки может когда взрывали укрепление сюда попали какие-то фрагменты сказать что-то конкретное можно будет только если рабочие полностью вскроют эту площадку на вопрос почему первоочередным объектом реставрации был выбран именно третий полигон надежда александровна пояснила конечно если брать в отдельности некоторые крепостные сооружения выглядят не хуже а то и лучше но третий полигон единственный комплекс фортификационных укреплений сохранившийся в полном объеме ведь то что мы видим сейчас это лишь верхняя его часть нижние этажи утоплены в земле так же как и редюит исходящего плацдерма располагавшийся со стороны минского фарштата его нам кстати пока не удалось обнаружить сегодня эту территорию занимают военные не обнаружены и минские ворота хотя по словам военных они тоже должны были сохраниться поскольку 70-е годы были забалены лигнином вот так вот еще парочку моментов этой статьи будет внизу давайте еще раз обзададимся вопросом зачем на звезду ставят этот последний бастион бобру из карену ведь это не единственный случай правительственные паразиты также поставили стадион на звезду в одессе в харькове в николаеве в херсоне зачем звезда в смоленске и рядом стадион киев рядом видим стадион красный яр и на нем тоже разместили футбольное поле зато паразиты везде таблички понапихали культурная ценность охраняется законом которую можно перевести вам исследовать нельзя накажем а вот мы легко будем там ставить бобру из карены поганят культурное наследие нашего прошлого если рассматривать многие звезды то мне кажется многие из них не разрушены а именно накрыты грунтом я же в свою очередь подтвержу слова пули снегопада так как я сам из города звезды под названием рига есть ребята с которыми я знакома не рассказывали что копали на набережной грунт коммуникации и наткнулись на кирпичные стены ну понятное дело приехали бабушки археологи которые там на время закрылись в общем ну всем сказали что это шведские стены и как бы все то есть никто даже не задумался не то что откуда что это стены какие они крутые до из какого кирпича сделаны а как они вообще попали под столько метров грунта и в другом городе также я слышал у нас откопали в цесисе сейчас вспомню ворота катерины я гуглил гуглил ничего шинки не нашел не в цесисе не просто ворота катерины такие ну вот за что купил за зато продал как говорится ворота ворота катерины отрыли у нас в цесисе приехали две бабки зарисовали это все и ворота эти что сделали закопали обратно дорогие друзья нашу общую историю а кстати у нас в латвии вы даже не представляете как мы связаны что у нас тут происходит их друзья про латвию никто не знает а у нас столько артефактов исторических осталось а так кроме меня и мирянина видогора никто это не исследует ну да ладно у нас в латвии кстати чтоб вы знали никто не слухом не духом это вы в россии на украине знаете уже практически всю историю а вот у нас латвии дорогие друзья пара человек кто в курсе событий а все остальные знаете что делают ересью нас обзывают ну да ладно как говорится ничего не изменилось мы пока продолжим статью и так пули предположил что города звезды закопаны грунтом а я его слова подтвердил дальше статью продолжаем копать нам естественно паразиты не дадут ни нам ни своим же ученым отмахиваясь нету финансирования чтоб свою землю изучать это ведь дорого куда дешевле отправлять наших умов с лопатами в египет на субботники там копать дешевле отчего нам и остается о своем прошлом узнавать по хлебным крошкам это при таких случаях когда эти правительственные простите за выражение гандоны ставят на звездах стадионы на что почему-то финансирование находят в полном объеме смотря на инородные морды которые заведуют футболом и ставят стадионы для стадии стадирования стада к примеру коломойский абрамович ахметов суркис миллер и прочие и прочие если есть здравомыслие то вы поймете там не такие уж и футбольные фанаты но зачем им нужен футбол зачем стадионы по-варварски ставят на звезды если от себя версию сказать то я изучая множество звезд заметил в них особенность как и в других старинных объектах эти локации очень сильную имеют подземную сеть и очень связаны между собой как каждый исторический город имеет под собой подземную часть по которой можно перебираться из области в область так и под землей из звезды можно пройти в другую звезду все верхние звезды это верхушка айсберга только самые упоротые сегодня верят что их ставили для войны на самом деле это высоко технологичные объекты по работе с разными видами энергии и вот мы для паразитов сами являемся ресурсом так что можно предположить что футбол это своего рода жатва нас на нашу же энергию любителями ритуалов уместно также упомянуть что до договорной революции и войны у нас в украине нам дали евро по футболу разговаривая с ополченцами которые брали аэропорты луганской донецка они говорят что там были целые бункеры причем с подземными тоннелями выходящими в села и поселки то есть паразиты футболом подготовились хорошо уместно также упомянуть что у нас футбольное хозяйство поделили между собой соплеменники суркис и коломойский по одну сторону северо-запада ахметов и ресловский по другую сторону юго-востока то есть еще задолго до договорных событий украину делили на две части еще задолго до этого устроили ненависть между донецком и киевом противостояние динамо с шахтером диванные войска уже трудились вовсю до майдана ахметов футболистов донецкого шахтера отдел форму георгиевской ленточки и скажите что владельцы футбольных клубов совсем не знали что будет то что произошло это тогда еще многие не понимали зачем судьи подыгрывали шахтеру причем делали это нелепо другими словами чтобы было все очевидным осознание приходит со временем им нужна была эта ненависть а что такое ненависть ненависть это чувство а если вы чуть-чуть углубитесь в новую информацию и узнаете для себя что такое гавах вы узнаете что человеческий организм помимо эмоций может вырабатывать и энергию и эта энергия напрямую зависит от эмоций которые вы вырабатываете следовательно ненависть злоба ярость это максимальный кпд имеющая энергия но в противоположность той которая дает любовь и счастье вот она суть комбинирование информации которая с первого взгляда совершенно не комбинируется так что узнавайте дорогие друзья всегда что-то новое ну и полезное а я потихоньку возвращаюсь обратно к статье сегодня россии дали чемпионат мира так что рекомендовал бы воздерживаться от этого мероприятия жатвы это что касается моего мнения на этот счет взаимосвязь футбола со звездами вы конечно же можете думать иначе это ваше дело а я вернусь к статье которая цитировалась ранее точнее к выдержкам из нее которые мне показались интересными по свидетельству старожилов для прочности в крепостной кирпич добавляли яичные желтки и речные ракушки и без того неприступную твердыню а перман усилил глубокими замаскированными сверху ямами волчьими пастями и подземными ходами позволяющими свершать набеги в тыл врага и снова мы встречаем эту легенду с яйцами если бы яйца добавляли то стены покрылись бы плесенью а тухлых яиц вонь в помещении невыносимая но ведь это легенда ходит по всему миру откуда у нее ноги взялись даже моя бабушка и того говорила была у нас такая красивейшая церковь под люки снесли а раньше люди были умные яйца добавляли для крепости и тросы рвались при сносе как оказалось таких бабушек хватало по всему миру которые чуть не слово в слово повторяли что и моя по официальной версии бобруйскую звезду построили за год хотя размер бобруйской по объему работы превышает строительство целого города причем это строилось не одно здание а целый город под один проект сегодня прорабы изрядно вымотаются строительством одного дома и не могут его построить в качестве чтобы построить бобруйскую организация масштабного строительства нас превышает раз в сто причем город звезда построен идеально для пола потолков лестниц колонн арок и прочего и прочего не использовались монолитные плиты чтобы облегчило затрату труда и времени все делалось исключительно из кирпича толщину стен не знаю но похоже что приличная я думаю что такие звезды способны выдерживать атомный взрыв это панельные дома складываются как карточный домика звезда чтобы разрушить это надо атомной в нее попасть и то звезда большая вся не разрушится вот как пирамиды в гизе видно что взрывная волна прошла причем верхушка у одной из пирамид осталась целой как раз по росту взрывной волны остальная же часть деформирована те же следы собственно можно видеть и в бобруйской не говорю что это следы от ударной волны атомного взрыва но сходство есть итак последними публикациями мы рассмотрели пилау брест и бобруйск в этих звездах можно найти очень много чего что их отличает но видно что построены они одним стилем и одной рукой это как художник может рисовать разные картины на разный мотив но вот личный авторский стиль это его личная фишка так и эти три звезды а а вот официальные датировки эти звезды пытаются разбросать по разным векам пилау по официальной версии была отстроена к 1670 году по бобруйску официально гласит строительство бобруйской крепости как такой началась лишь 1810 году при александре первом новой цитадели бобруйский динобург были призваны закрыть брешь шириной в 1200 верст между укреплениями риги и киева в качестве альтернативы бобруйску предполагалось поставить крепость в рогачёве и поручик теодор нарбут исследовав местность обратил внимание на высокий берег березины когда некогда стоял бобруйский замок идея нарбута подхваченная инженер генералом карлом оперманом была высочайше одобрена александром первым руководители проекта возлагали надежды на то что с реки до превозвышенном рельефе неприятель вряд ли осмелится брать крепость штурма до диному динобург это нынешний город даугавпилл с которой приложением там google планета можно посмотреть убедиться в этом очертания остались также у нас очертания совсем чуть-чуть осталось от города звезды рига он полностью полагаю был погребен под глину а все остальное было наверное разрушена да также у нас есть чуть дальше риги ближе к морю маленькая крепость чуть меньше чем динобургская болдырайская ее официальная история датирует 1200 каким-то годом но опять же совершенно не не объясняя почему она построена из кирпича который согласно той же википедии только впервые появился в 1400 каком-то году по-моему в москве если я не ошибаюсь то бишь спустя 200 лет после того как из него была построена непосредственно сама крепость вообще можно отследить и на самом деле вот начиная от нашей балтики под вине эти крепости и развивались но это уже отдельная история в общем официальная версия бобруйска 1800 10 хотя есть и другие мнения что там была звезда а на ней поставили новострою от себя скажу что у меня мнение такой же и она основана на моих наблюдениях как у нас по всем городам строили здание то есть если древние здания до потопные оставались что-то там сто лет назад была разрушена потом из того же материала перестроена посмотрите фотографии второй мировой войны что у нас города также были все разрушены это снова все строилось в общем на сегодняшний день у нас к котельные здания так и целые города в том числе и города звезды это достройки достройки еще одни и перестройки в общем по бобруйской звезде тоже расплывчатость по википедии была звезда брест литовск но бредской крепости не было ее решили построить на звезде брест литовск но война с наполеоном помешала в итоге брестскую крепость не могли поставить еще долго и стоял там брест литовск в 1829 году появился проект создания брест литовской крепости генерала опермана в итоге звезды раньше не было ведь появился новый проект и современная звезда это и есть та самая и имя у нее брест как вам такой рассказ википедии как сучка хвостом повлияла чтобы выглядеть честный и чтобы в будущем не придрались но и чтоб не перечить официальной версии прям как моя бывшая любит и раком стать и в душе плюнуть простите а вот еще любопытный момент там написан решением этих задач занималась созданная в 1796 году комиссия под руководством генерала-майора графа пк сухтелено для проведения топографической съемки местности был направлен капитан к и оттерман я понимаю что такое топографическая съемка и я знаю что уровень технологичности развитости 220 лет назад не то что нашему времени не уступал но и превосходил но чтоб википедия говорила о том я же засомневался в своих глазах и по википедии решил проверить одинаковое ли у нас представление что такое топографическая съемка и так что там написано топографическая съемка также геодезическая или земельная комплекс работ выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографических карт или планов местности а также получение топографической информации в другой форме выполняется посредством измерений расстояний высот углов и тому подобное с помощью различных инструментов в скобках наземная съемка а также получение изображений земной поверхности слетательных аппаратов в скобках аэрофотосъемка космическая съемка а ведь в свое время опубликовал статьи что старинные карты составлялись не от руки так как накладывая их на так называемые современные спутниковые они тютелька в тютельку совпадают с единственным отличием что они повернуты на бок что под этими публикациями было целая группа людей пришла и чуть ли не на колени не падала с мольбой в глазах смотрящий пожалуйста не рассматривай это в таком ракурсе тут нет ничего необычного ничего удивительного знаешь что такое искусство картографии я и сам от руки по теням с помощью палочек на листе могу нарисовать карту которая совпадет с google картами да давай попробуйте ни один не сможет то даже если сможет как говорится и у фокусника на площади раз сто лет палка выстреливает но вот ваша же википедия черным по белому специально для вас гласит два века назад таким совокуплением не занимались подбивая итог когда были построены три близняшки сестры звезды от официальных источников мы получаем туманные и разбитые формулировки которыми пытаются растащить эти шедевры по разным векам также получили наводку и на динобургскую звезду посмотрим посмотрим на какие мысли она нас подтолкнет а на сегодня все с вами был голос паша лобанова и как всегда слова от пули снегопада